Пришел нам еще один. Вот такой прекрасный набор. На мой взгляд, один из самых полных наборов. Здесь есть как обычные классические крестообразные биты, биты со звездочками, биты в форме квадратиков, так и вот такие большие биты для болтов. Давайте откроем. Всегда будьте осторожны, когда открываете подобные вещи, запаковывают их всегда на спал, а ножи имеют тенденцию соскальзывать. К слову, набор состоит из 38-ти. Находятся они в двух прекрасных пластиковых ящичках. Смотрим и наслаждаемся. Биты фиксированы хорошо. Да, биты, естественно, все ударные. Единственное, что гнезда, в которые вставляются биты, они не подписаны, поэтому если вы взяли одну биту, то лучше потом сразу положить ее на место, чтобы не забыть, откуда вы ее взяли, чтобы не было хаоса. Биты матовые, имеют такую слегка шершавую поверхность. На каждой бите написано DEVOLT. Вставляются они достаточно плотно. С первого раза и не придумаешь, как вернуть эту биту на место. На мой взгляд, это не очень удобно, но я надеюсь, что они будут обеспечивать достаточно неплохую фиксацию. Как вы видите, я уже тут ковыряюсь, и как не могу ее вставить. Надеюсь, что крепление не сломается. Есть такое интересное крепление. Как было заявлено, оно необходимо для асимметричного сверления. Пока я не совсем понимаю, как она работает. Возможно, это насадка для сверления под углом. Да, вот она. Видите, для того, чтобы привести ее в действие, нужно отжать черный металлический корпус, и здесь шарнирное соединение. Видите, можно сверлить под разными углами. Насадка тоже, да, ударная. Вот уже лучше получается вставлять на место, и их нужно просто немножко приноровиться. Есть вот такая интересная бита. Как вы видите, она имеет квадратную головку. Для чего же она нужна? Нужна она для того, чтобы подключать другие имеющиеся в этом же наборе биты. Попробуем открыть. В блок. И достаем. Эти биты, конечно же, упакованы не так хорошо, как другие. Видите, какая-то пластиковая, такая стандовая коробочка, которая, на мой взгляд, сломается очень быстро, если вы будете пользоваться. Но зато она надежно фиксируется внутри другого кейса. И вот таким образом все биты фиксируются одна в другую. Вы имеете прекрасную головку для того, чтобы открутить какую-то шайбу. Или что-то еще. Гайку, вернее сказать. Здесь имеется 9,5 миллиметров, минимальная головка и 14,3 миллиметра максимальным размером. Ну что ж, я думаю, что с шуруповертом мы немножко разобрались. И пришло время переходить. Довольно красивый и удобный кейс. И второй, наверное, не сгибается, кстати. Вот этот. Кейс? Вот этот, да. Кейс достаточно плотный. Плотный. Ну, неплохо сделан. Конечно, он не герметичный, буду его бросать не стоит. Но сделан добротный. Продолжение следует...